Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Откройте со мной, пожалуйста, послание Иуды, и мы с него начнем. Знайте, что Слово сделает вас здравыми и уравновешенными. Если христианин становится нездравым или неуравновешенным, значит, он отошел от Слова. Потому что Слово делает человека здравым, а не нездравым, и уравновешенным, а не неуравновешенным. И нам нужна здравая вера. Уравновешенная вера. Потому что здравая вера всегда добивается результатов. Послушайте, вера в Слово всегда работает. Всегда. Я слышала такую фразу «Вера не сработала». Нет такого явления, как несработавшая вера. Потому что вера в Слово всегда работает. Если результата нет, значит, кто-то в какой-то момент уклонился от веры. Аминь. Мы должны получать результаты каждый раз, каждый раз. И не мириться с тем, что мы не получаем должных результатов верой. В жизни веры отсутствует риск. Бог предназначил праведному жить верой. Это наш образ жизни. И нам нужно научиться умело жить жизнью веры. И нет риска в том, чтобы жить верой, поступать по вере. Рискованно оставлять веру. Живя сомнениями, беспокойством, чувствами, вы не знаете, где вы в итоге окажетесь. Но живя верой, вы всегда знаете, чем все закончится. Все закончится победой. Абсолютно каждый раз. Абсолютно каждый раз. Аминь. Бог дал нам меру Своей веры. Он не вложил в нас какую-то чужую веру. Он взял Свою собственную веру. Иисус сказал в Марка 11, 23, «Имейте веру Божью». Это Его собственная вера. Он вложил ее в каждого из нас. И нам дана привилегия научиться мастерски ее использовать, чтобы мы каждый раз получали результаты. Будучи пастором 25 лет, я знаю, в чем склонны заблуждаться люди, стремящиеся жить верой. Я видела, как люди заблуждались, неправильно понимая, как работает вера, и не научившись умело ее применять. Слава Богу, мы можем стать умелыми в вере. И это угодно Иисусу. Я говорю, это угодно Ему. Почему? Потому что все возможно кому? Верующему. Все возможно не всем, только верующим. Вот почему вера угодна Иисусу. Потому что мы входим из невозможного в возможное. Мы входим в Божье пространство. Все возможно в Божьем пространстве. Аминь. Поймите, можно знать волю Божью, но не зная Божьих путей не войти в нее. Нам нужно знать не только Его волю, но и Его пути, которыми входить в Его волю. Например, люди могут знать, они могут слышать, что Иисус хочет их исцеления. Но если они не знают путей исцеления, путей веры, ведущих в исцеление, они могут знать волю, но не иметь к ней доступа. Это как голодный человек, стоящий перед витриной пекарни. Он видит то, что на витрине, но у него нет к этому доступа. Где же путь? Вера – это путь к получению всего, что является Божьей волей. И я хочу, чтобы мы обратились к посланию Иуды и прочитали часть третьего стиха. Здесь сказано «ревностно сражаться за веру, однажды преданную святым». Не за разбавленную веру, но за веру, однажды преданную святым. За оригинальную версию веры, за настоящую веру, за реальный дух веры. Когда у кого-то есть дух веры, это слышно, это звучит иначе. И здесь сказано «ревностно сражаться за веру». За какую веру? За ту, которая была дана первым верующим. Аминь. За оригинальную версию веры, а не за разбавленную версию, подстроенную под неумелых людей. Которые просто хотят посещать церковь, а не сделать ее своей жизнью. Аминь. Ревностно сражаться за веру. Обратите внимание на активность этих слов. Ревностно сражаться. То есть, к вере можно прийти только намеренно. Вас никогда не занесет в веру случайно. Нужно предпринять очень конкретные шаги, чтобы ваша жизнь веры росла, чтобы вы были умелыми в вере. И нужно ревностно сражаться. Почему? Потому что есть враги веры. И все эти враги пытаются вытолкнуть и выкинуть вас из мастерского владения верой. Аминь. Какие враги у веры? Ну, страх, сомнения, просто недостаток знаний о том, кто вы во Христе. Попытки жить чувствами. Или попытки верить Богу своим умом. У вас в уме нет веры. Знайте, у вас в уме нет веры. Вы не можете верить Богу своим умом. Как понять, что вы пытаетесь верить Богу умом? Вы на надрыве. Вы цепляетесь из последних сил. Вы в смятении. Это происходит из-за попыток верить Богу умом. У вас в уме нет веры. Задача вашего ума – обновляться и соглашаться с верой, которая у вас в сердце. Обновленный ум соглашается с верой в сердце вместо того, чтобы с ней спорить. И нужно ревностно сражаться, чтобы преодолеть неправильное мышление. Как преодолеть неправильное мышление? Обновляйте свой ум словом и ревностно сражайтесь. Это агрессивный подход к вере. Мы никогда не придем к великой вере без ревностного сражения за нее. Сознательного сражения. Аминь. А не попыток проехать за счет веры пастора. Слава Богу! Вера пастора может нас вдохновить. Но это не наша вера. Вера пастора – не наша вера. И дети, я хочу, чтобы вы знали, вера ваших родителей – не ваша вера. Наступит день, когда вам потребуется вера. И вам нужна будет собственная вера. Аминь. Слово говорит нам – всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Что это значит? Ваша победа ожидает только одного – проявления вашей веры. Когда проявится ваша вера, ваша победа вступит в силу. Аминь. Мы подходим к сути сегодняшней темы. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 12. Римлянам 12, 3. И я не буду читать первые два стиха, потому что я на них застряну и начну проповедовать о них. Это бомба. И будучи учителем, если я на ней подорвусь, на это уйдет весь вечер. Так что я пропущу первые и вторые стихи. И прочитаю из третьего стиха «По мере веры, которую каждому Бог уделил». Давайте для примера представим, что ширина этой книги и есть та самая мера веры. И когда вы родились свыше, Бог вложил эту меру в вас, в вас и в вас. Каждое дитя Божье получило ту же самую меру веры. Что это? Это начальная мера. Библия не говорит нам, что это за мера. Но я полагаю, что это мера семени. Если бы вы имели веру с горчичное зерно. Так? Итак, Бог дает абсолютно каждому из нас начальную меру Его веры. И от нас зависит, что дальше произойдет с этой верой. Не Бог дает нам великую веру. Мы, питаясь Словом Божьим, производим великую веру. Как мы обращаемся с той мерой, которую Он нам дал, определит, какая вера будет у нас в итоге. Если мы пренебрегаем той мерой веры, которая была дана нам в начале, наша вера будет слабой. Наша вера может даже уменьшиться. Поймите, вера никогда не стоит на месте. Она всегда либо возрастает, либо убывает. Она никогда не стоит на месте. Итак, Бог дал абсолютно каждому из нас начальную меру веры. Вера не приходит через молитву. Вера не приходит через верование. Я верю, что у меня будет больше веры. Нет, она так не приходит. Она приходит через питание Словом Божьим, через слышание. Когда вы слышите, как ваш пастор проповедует Слово Божье и принимаете его, вера приходит. Когда вы слушаете, как другие проповедники проповедуют Слово, приходит вера. И ваша начальная мера начинает расти. Но ваша вера никогда не будет крепкой, пока вы не начнете ее использовать. Аминь. Мы не можем, взглянув на кого-то, сказать, Бог дал этому человеку больше веры, чем мне. Нет, этот человек просто больше сделал со своей мерой. Аминь. Итак, у нас у всех на данный момент разные меры веры. И это зависит от нас, а не от Бога. Когда мы берем ответственность за свою меру веры, наши навыки растут. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, одиннадцатую главу Евреям. Евреям 11. Мы только что прочитали, что Бог каждому дал меру веры. Знайте, вера измерима. И сегодня я хочу научить вас измерять свою веру, узнавать, какая у вас мера веры. Потому что у каждого из нас разная мера в зависимости от того, что мы делали с начальной мерой, которую Бог дал нам. И вот тут, будучи пастором, я видела, как люди говорили, я верю Богу, но проблема была в том, что они не знали свою меру. Слава Господу! Это один из навыков веры. Итак, мы видим, что вера измерима, потому что Слово Божье говорит, что Бог каждому дал меру веры. Значит, вера измерима. А в Евреям 11.1 сказано, вера же есть субстанция ожидаемого и свидетельство невидимого. Итак, вера – это духовная субстанция, а любая субстанция измерима. В кулинарии, в которой я ничего не смыслю и даже не пытаюсь впечатлить кого-то своими навыками на кухне, это место меня удручает. У меня в нем нет ни грамма грации, мне приходится читать рецепт, делать, опять читать. А есть люди, у которых все как по маслу, Бог да благословит их, я от них в шоке, серьезно, они меня поражают. Моя мама замечательно готовила, моя сестра прекрасно готовит, а я вот такая на кухне. В каждом рецепте есть ингредиенты и их количество. Когда нужен определенный ингредиент, вы не можете сказать… Представим, что вы печете торт, потому что я люблю торты. И вам нужно… Кто-нибудь, подскажите мне, два стакана муки, наверное? Два яйца, так? Хорошо. Счастливая догадка. Но вы говорите, знаете что, у меня нет яиц, так что вот что я сделаю. Я удвою количество муки. Раз у меня нет одного ингредиента, я удвою другой, чтобы скомпенсировать. У вас выйдет ерунда. И когда требуется определенная мера веры, а у вас ее нет, вы не можете заменить ее чем-то другим. Помню, лет 30 назад у меня были проблемы со здоровьем. Я сходила к врачу, и он хотел назначить мне определенные лекарства. А я стремилась верить Богу. Я была новичком в этих вопросах. И я не хотела пить лекарства. Я просто не хотела. Но нежелание пить лекарства не значит, что у вас есть вера, чтобы не пить лекарства. Вы следите за мыслью. Помню, я пришла домой, и муж спросил меня, что сказал врач. Я ответила, мне хотят назначить лекарства, но я не хочу их пить. Он сказал, дорогая, не отказ от лекарств угождает Богу. Богу угодна вера. Я услышала его, но проигнорировала. А ведь это была помощь для меня, потому что во мне была такая борьба. Я хотела угодить Богу, но я пыталась верить Богу вот тут, в разуме. И я была то подавлена, то на взводе, то встревожена. А что если я... Вы понимаете, что это за круговерть? Кто-то из вас бегал по этому кругу? И чем дольше я находилась на арене ума, пытаясь во всем разобраться, как эта вера работает? Как это исцеление работает? Угожу ли я Богу? Я не хочу быть неугодной Богу. Когда вы искренни, дьявол злоупотребляет вашей искренностью и выносит вам мозг тем, что вы неугодны Богу. Это его тактика. Я многие дни металась, и, наконец, Дух Святой проговорил мне. Послушайте внимательно. Он сказал, принимай лекарства, но все это время питай свою веру. И когда твоя вера достигнет необходимой меры, я скажу тебе перестать принимать лекарства. Какой мир на меня сошел! Разве исцеление не лучший Божий вариант? Да, но я еще не была готова. Определенные нужды требуют определенной меры веры. И если у вас нет этой меры веры, Бог поможет вам. Он позволит вам позаимствовать чью-то веру в молитве согласия. Это одолженная вера, и у нее очень короткий срок годности. Невозможно одолжить ее надолго. Ее можно позаимствовать лишь на мгновение, и тут же лучше питать свою веру, чтобы она доросла до того, что вы позаимствовали, чтобы расплатиться. Иначе вы снова попадете в ту же самую ситуацию, в которой вы были до того, как кто-то с вами согласился. Итак, Дух Божий сказал мне, Нэнси, пей лекарства. И вот в чем ключ. Не лекарства оскорбляют Бога, как сказал мой муж, а неиспользуемая вера, вот что не угодно Богу. Итак, он сказал, пей лекарства, и все это время питай свою веру. И когда твоя вера достигнет необходимой меры, чтобы ты могла получить восполнение своей нужды, я скажу тебе перестать принимать лекарства. Примерно три месяца я так и делала. Я питала свою веру каждый день. Что я делала? Я ревностно сражалась за веру. И по окончании трех месяцев Дух Святой сказал мне, перестань принимать лекарства. И с точки зрения медицины нужно было постепенно уменьшать дозу. Но Дух Святой сказал, перестань. Он мне сказал, постепенно уменьшай дозу. И я перестала их пить, и у меня больше не было ни одного симптома. На этом все закончилось. Видите, Бог заинтересован в вашей победе, и Он будет сотрудничать с вашей мерой веры, помогая вашей вере расти, чтобы у вас была превосходная вера. То есть вера, превосходящая любое противостояние, идущее против вас. Но это процесс. Тридцать, шестьдесят, сто крат. Сначала зерно, потом колос, потом колос полный зерна. Это процесс. И нам нужно научиться питать свою веру и проходить этот процесс. И я хочу научить вас знать свою меру и не брать на себя слишком много. Положим, в магазине есть очень дорогая вещь за десять тысяч долларов, и вы очень сильно хотите ее купить. У вас может не быть такой меры денег. Значит ли это, что вы не можете иметь эту вещь? Нет, вы можете. Просто вам придется сделать что-то для того, чтобы накопить такую меру денег. Вы можете решить, я устроюсь на вторую работу. Или я перестану тратить деньги на всякую мелочевку, которую привык покупать. И то, что я расходовал на разные направления, я стану копить для одной цели. И я вернусь, когда накоплю эту меру денег и куплю эту вещь. Точно так же с верой. Если вы нуждаетесь в чем-то... Например, я нуждалась в исцелении, но у меня не было той меры, которая была для этого необходима. И чему Бог научил меня? Накапливай, взращивай свою меру веры. Вы скажете, ну, у каждого есть мера веры, которая ему нужна. Вы уверены? Как насчет родного города Иисуса, Назарета? Он пришел туда, намереваясь совершить чудеса. Намереваясь благословить людей силой исцеления. Но поскольку они сомневались, поскольку они относились к Нему непочтительно, они были в неверии. И написано, Он не мог совершить там великих дел, только возложил руки на немногих больных, и в оригинале написано с незначительными недомоганиями. Почему? Потому что разные нужды требуют разные меры веры. А у них была мера веры лишь для чего-то незначительного. У них не было меры для воскрешения кого-то из мертвых. Хотя и там люди умирали. Но никто из них не был поднят со смертного одра. Почему? Ни у кого в том обществе не было необходимой меры веры. А ему нужно, чтобы мы сотрудничали с Ним своей верой. Слава Господу! Следите за мыслью. Вы – люди веры. Не теряйтесь. Если вам трудно получить какой-то ответ, вы не обязаны оставаться в этом состоянии. Просто начните набирать, накапливать веру. Начните ревностно созидать, развивать, питать свою веру. И вы сможете достичь крепкой веры. Далее. Вера – не бездонная бочка. Вы понимаете? Когда пастор сегодня собирал пожертвования для церкви, я открыла свой кошелек и вытащила определенную сумму. Когда я вытащила эти деньги, новые деньги не появились в кошельке волшебным образом. Мне нужно пополнить кошелек, положив в него деньги. Точно так же с верой. Когда вы ее тратите, она не появляется волшебным образом. Вам нужно что-то сделать, чтобы пополнить ее запасы. Вот почему нам нужно постоянно питаться словом. Почему? Потому что вера – не бездонная бочка. Она истощится, если мы будем только тратить, а не пополнять ее, питаясь словом, слушая слово. Аминь. А еще можно слишком разбрасываться с своей верой, растягивать свою меру веры в 14 разных направлениях. Вам нужна определенная мера, чтобы добиться чего-то, чтобы получить что-то от Бога, а вы растянули ее на кучу разных вещей. Помню, много лет назад Бог сказал мне «У меня есть для тебя новый дом». Мой муж был согласен, и я нашла тот дом и сказала ему «Вот тот дом, который Бог нам приготовил». И он ответил «Дорогая, я стою в вере за столько вещей для служения, что у меня не осталось веры еще и на этот дом. Если ты хочешь этот дом, то по твоей вере». Вот это называется навык. Он знал «Я стою в вере за здание и за другие вопросы». И он знал, что невозможно взять свою одну меру, разбросать ее в кучу направлений и ожидать, что ее хватит на получение хоть одного из необходимых ответов. Иногда мы слишком разбрасываемся своей верой, верим и о том, и об этом. Скажем, у вас четыре кредитки, о покрытии которых вы хотите верить Богу. Сосредоточьте свою веру для начала на одной кредитке. Вы платите эту одну, а потом вторую, а потом третью. Так вы обретете навыки и ободритесь в вере, и вы начнете по-настоящему процветать, потому что вы увидите успех с той мерой, которая у вас есть. Итак, мой муж осознавал «Я уже использую свою веру для слишком многих вещей. У меня не хватит веры еще и на этот дом». И я сказала «Хорошо, моя вера может взять ведущую роль на себя». Он сказал «Я соглашусь с тобой, но это будет по твоей вере». И мы получили этот дом. Аминь. Дамы, Бог даст вам веру для вашего дома. Он даст вам веру для вашего дома. И моему мужу довелось жить в доме, о котором он не стоял в вере. Но и я была благословена теми вещами, о которых он верил. Папа Хэгген понимал эту истину, поэтому у него была здравая вера. Мама и папа Хэгген многие годы были пасторами, а потом они вошли в разъездное служение. И будучи в разъездах, без поместной церкви, которая бы их поддерживала, им нужно было платить за аренду. У них не было пасторского дома, выделенного церковью. Им нужно было оплачивать все свое питание. Никакая церковь больше не приносила им продукты по воскресеньям. Им нужно было платить за меблировку дома. Ему пришлось купить машину, потому что он теперь был разъездным служителем. Ему нужно было ездить. Появились все эти расходы. Итак, он начал разъезжать. И в какой-то момент они купили дом. И мама Хэгген подошла к нему и сказала, «Кен, нам нужны занавески». Он сказал, «Дорогая, я верю об оплате машины. Я верю об оплате дома. Я верю о мебели. Я верю о поступлении пожертвований для служения. Если ты еще и занавески скинешь на меня, моя вера натянута как резинка. И если ты бросишь занавески на эту резинку, она лопнет и все упадет». Что он понимал? Он понимал, что есть мера веры. И он знал, что его вера уже распределена на все эти проекты. И он не может больше ничего добавить. Вот почему он так стабильно получал результаты. У него было это понимание, этот навык. Вы скажете, «Разве я не могу верить о чем угодно?» Можете, просто иногда не о всем сразу. Все зависит от того, какая у вас мера веры и как Дух ведет вас. Как Дух ведет вас. Вы когда-нибудь слышали такую поговорку столяров? «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Вместо того, чтобы один раз отмерить, а потом семь раз резать. Потому что не так отмерил. Семь раз отмерьте, один раз отрежьте. И вы ничего не потратите впустую. Потому что измерения определяют точность среза. И я говорю людям веры. Отмеряйте точно. И получайте результаты каждый раз. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.